Нефтяные продукты Нефтяные продукты Нефтехимического синтеза Имени Топчаева Российской Академии Наук Как отмечают сами исследователи С помощью селективных мембран происходит процесс Фильтрации нефтепродуктов Актуальность разработки заключается в том, что благодаря Высококачественным наноматериалам Возможно вторичное использование продукта А это значит, что таким образом решится сразу Несколько проблем, таких как отсутствие Выбросов нефти и масла в окружающую среду И экономия финансовых средств По словам ученых, это достигается благодаря Термо- и химистойким материалам Проблема в том, что это очень Энергозатратное Представляете себе колонну, ректификационную Колонну высотой 50 метров И вот она Должна быть нагрета, чтобы вещества Разделились на фракции Это очень энергозатратная Технология Поэтому, а вот технология Ультрафильтрации Она существенно С точки зрения Отходов Попроще Потому что надо просто фильтровать Для того, чтобы создать такого рода мембраны Необходимо пройти несколько этапов Сначала в аппарат загружают Исходный материал полифениленсульфида Который далее превращается в гранулы После чего уже можно приступать К созданию наноматериала Наших коллег очень заинтересовали Наши пленки И на основе предварительных результатов Мы подготовили проект По получению мембран Для очистки отработанных масел У нас есть собственная рецептура разработанная Которая сейчас находится на стадии патентования Позволяющая нам получать пленки Так как полифениленсульфид Очень высокотекучий Из него трудно получать пленочные материалы Мы добились таких результатов Что у нас очень высококачественная пленка получается Проект очистка вязких углеводородов С применением новых термо- и химически стойких Полимерных ультрафильтрационных мембран Стал победителем конкурса Российского научного фонда Проведение фундаментальных научных исследований И поисковых научных исследований По поручениям президента Российской Федерации На его реализацию в 2024-2027 годах Будут выделены 15 миллионов рублей в год С возможностью продолжения проекта Еще на три года Всего на этот конкурс поступило порядка 400 заявок Гранты получил 31 проект Аделина Амдрахманова, Александр Антонов Универ Новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин